Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами, поскольку на Ямале, находимся и поговорим по одному из крупных проектов по проекту Ямал-СПГ. Цель этого проекта – создание современного производства жиженного природного газа как раз здесь, на Ямале, на Южно-Тамбейском месторождении. Отдельно посмотрим, как обстоят дела со строительством ключевого логистического центра всего проекта – морского портусабета. Индустриальное инфраструктурное освоение полуострова Ямала имеет без преувеличения общегосударственные значения. Это позволит нам задействовать богатейшие, но пока ещё малодоступные месторождения, создать здесь дополнительные рабочие места, новые производства, центры переработки углеводородного сырья, что, в свою очередь, станет серьёзным импульсом для социально-экономического развития не только Ямала-Ненецкого автономного округа, но и Урала в целом, Западной Сибири, да, пожалуй, будет иметь практическое значение для всей России. Напомню, что ресурсная база проекта Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение обладает запасом природного газа порядка 1,3 триллиона кубических метров. Всего на Ямале сосредоточено до 20% разведанных запасов природного газа России. Отмечу и то, что порт Сабета должен сыграть роль одной из опорных точек Северного морского пути. Этот кратчайший маршрут, соединяющий Европу и Азию, в последние годы становится всё более оживлённым. В прошлом году, по сравнению с 2011, объём перевозок по Северному морскому пути вырос на 53%, превысил 1 миллион 260 тысяч тонн. А в 2013 году этот показатель уже составит 1,5 миллиона тонн, 1,5. К 2015 году, по прогнозам, объём должен достичь 4 миллионов тонн. Строительство современного арктического порта должно закрепить эту тенденцию. Проект «Ямал-СПГ» важен для нас и как удачный опыт государственно-частного партнёрства, который необходимо активно тиражировать. Я напомню, что к началу сентября этого года частные инвесторы уже вложили в проект свыше 60 миллиардов рублей. В свою очередь, за счёт государственных средств осуществляется строительство ряда инфраструктурных объектов, в том числе аэропорта Сабета, который должен открыться в 2014 году. Также в федеральном бюджете зарезервировано почти 47,3 миллиарда рублей на строительство морского порта. За счёт этих средств в акватории будущего порта уже ведутся работы по углублению дна, создаётся судоходный канал в Обской губе. Всё это даст возможность частным инвесторам уже с 2014 года приступить к строительству портовых терминалов. Напомню, что по расчётам первая линия по производству сжиженного газа, 5,5 миллионов тонн, должна войти в строй в 2017 году. К этому времени порт Сабета должен начать перевалку и отгрузку углеводородного сырья. Сейчас все основные работы идут по графику. Вместе с тем, хотел бы обратить ваше внимание на несколько принципиальных моментов. Первое. Порт Ямал-СПГ – это сложное сооружение, сложный объект. Приходится вести строительство в зоне болот и тундры в условиях многолетней мерзлоты. Возникают проблемы, которые трудно предвидеть заранее. Это, конечно, может приводить и к удорожанию работы. Но хотел бы сразу предупредить, все предложения по пересмотрам СМЕД должны быть выверены и просчитаны. Второе. При возведении портовой инфраструктуры прошу опираться на самые современные технологии, которые бы были и надёжными, и приемлемыми по стоимости. Далее. Это строгое соблюдение природоохранных стандартов. Прошу разработать методики расчёта мероприятия по обеспечению экологической безопасности, исходя из объёмов и реальной стоимости производимых работ, что позволит оптимизировать затраты на строительство из федерального бюджета и обеспечить экологическую безопасность. И, наконец, четвёртое. В важном условии успешной реализации проекта Ямал-СПГ остаётся чёткое взаимодействие всех его участников, имею в виду представителей федеральных структур, региональной власти и частных инвесторов. Я жду от вас конкретных предложений, какие шаги нужно сделать на федеральном, региональном, корпоративном уровне, чтобы обеспечить дальнейшие эффективные шаги по осуществлению этого проекта.